Помните фильм «Полосатый рейс»? И там была такая фраза «Красиво плывут вон та группа в полосатых купальниках». На сегодняшний манер я бы ее перефразировала и сказала «Красиво бегут вон те груди в красных купальниках». Сериал «Бегущий по волнам славы», сериал, ставший легендой и сериал, который попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое популярное телешоу. Да, конечно же, сегодня мы говорим о спасателях Малибула. Сегодня мы вместе с вами снимем фильм о фильме «Байвач». Итак, клуб «Болеро» и программа «Коза» представляют океан, солнце, пляж, красные купальники и самый безопасный отдых вместе со спасателями в Малибу. Вот сегодня у нас тема спасателей Малибу. Тебе должно быть не в диковинку, потому что после проекта «Вышка» ты, наверное, действительно можешь быть бравым спасателем. Мы учили не спасателям ремеслу, мы учили, как правильно прыгать с высоты. Но быть спасателем такая интересная профессия. Инстинкт самосохранения человека – это такое очень сильное чувство, но все преодолевается, опять же, тренировками, и этот страх потихоньку уходит. На самом деле это очень завораживает, очень круто, очень большой выброс адреналина. Сегодня в потибаре вечеринка «Groove Rebels», которая пропагандирует правильную хаос-музыку, вкусную хаос-музыку. И сегодня диджей из Киева, Дмитский, салантливейший не только диджей, но и композитор, потому что он действительно пишет эту музыку сам, расскажи, как это получается. Знаешь, я уже давным-давно выработал для себя схему, нужно просто победить лень. Тогда действительно ты можешь чего-то добиться. Самое главное – музыка у меня всегда в голове. Бывают такие моменты, я ночью сплю, у меня в голове мелодия, я просыпаюсь и стараюсь ее записать. Дамы и господа, хочу вам представить. Помела Андерсон Харьковского разлива, звезда мужских грез эротичных, госпожа Шанель собственной персоной сегодня в клубе «Болеро». Всем известно, что Помела Андерсон уделяет своей внешности просто колоссальное внимание, сделала много пластики. Один раз побольше, потом посмотрела, знаешь, как вот… Поменьше убрала. Ты начинаешь и понесешь. Остальное, что наркоманка просто, да, да, вся зависимость появляется, как первая татуировка, так же идет с пластикой. Я думаю, что все заметили, особенно прекрасная половина, что во время вышки ты просто превратился в Аполлона украинского шоу-бизнеса. Как с таким плотным, творческим, гастрольным графиком удается сохранить такую спортивную форму шикарную? Ну, спорт для меня – это не просто хобби, да, это уже какой-то стиль жизни регулярно. Тренажерный зал, последний год влекся очень сильно хоккеем. Для меня там мой адреналин, расслабление, да, мой какой-то наркотик определенный. Я с тобой согласна, спорт – это наркотик. Насколько отличается киевская клубная культура от харьковской? Киев последние лет 5-6 очень сильно вырос в клубной культуре, появляются и открываются просто нереально крутые площадки. Наши украинские диджеи и саунд-продюсеры уже давным-давно, наверное, в мире котируются наравне с топовыми звездами. Можно сказать, Киев – законодатель мод у нас в Украине. Мы находимся в Болеру, и это одно из моих любимых мест вообще в Украине. Удивляюсь феномену этого заведения, удивляюсь энергетике, и это большой пример, наверное, для других многих ночных клубов, ресторанов, как нужно любить своих гостей и клиентов, как нужно преподносить вечеринки. И, в общем, вы молодцы, это не лезть, это просто факт, это правда. И я знаю, что у тебя появился продюсер и какие-то новые творческие планы. Расскажи. Насчет диджеинга, ну это все. Начало осени хотим запускать, вот сейчас очень активно занимаюсь, и, в принципе, очень много времени этому уделяют. Хочется быть профессионалом, хочется понимать, что ты делаешь. И просто красиво это делать, а делать это правильно. Будущая профессионал, простите, Шанель, которая умеет уже роскошно выглядеть, а скоро будет вертеть не только вот этим, но и вертеть вертушки. Так что не пропустите все лучшее и самое эксклюзивное в программе «Каза». Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.